Так, ну сегодня все переписывается. Сейчас, секундочку. Просто я все равно с вами вам хочу сказать, что все уже до того все это переделывается. Татьяна Григорьевна, вот сегодня очень много и историков, и людей, любителей истории, занятых как раз вопросами гражданской войны, революции и так далее. Вот исходя из некоторых последних исследований, есть такие исследования, что именно старообрядчество очень много повлияло на эти события. Есть такая даже среди историков, не скажу поговорка, но как бы присказка такая, не было бы 18 века, не было бы 18 года. В общем, так говорят. И вот, возможно, даже есть такая позиция, что беспоповцы поддержали красных во время гражданской войны, в основном, конечно, массе, естественно, разные люди были туда-сюда, а поповцы как раз поддержали белое движение. Вот вы что-нибудь интересное можете рассказать про гражданскую войну вот в этих местах? Так, значит, начнем с того, что, когда я спрашивала об этом, они мне так говорили, причем дедушки, я больше общалась с дедушками, они говорили. А у нас-то всякая власть от Бога. Но, но. Власть-то властью. Так как бы не навредить той жизни, которая у нас сложилась. Вот мы с Индией торговали, наши в Тибет езживали, с Персией, вот сколько войн-то было, так и все, ладно бы, мы-то все равно с ними дружили. А теперь поглядите, уйгуры-то мы же с ними торговали, честные они, с нами честно торговали. А теперь они под китайцами живут. А кто их это заставил сделать-то? Так это английские все, вот, эти офицеры-то, они же потом сами нам все рассказывали. Так и в Индии-то тоже колония же была, ведь нашим-то туда потом уж ходу-то ведь и не было. А мы же ведь дружно с ними жили, пока этих туда не пропустили, английских-то всех. А пришли-то они, с кем эти все английские, да голландские-то, кто их сюда припер? Шерпко мы не видим Петра Первого. Это он их с Демидовыми сюда послал, для того, чтобы они туда потом прошли в Чинай, да в Индию. Вот что и случилось-то. А мы тут теперь должны жить с монголами-то. А если, глядишь, белые-то вот сейчас победят, так они ведь и монголию-то все займут. А как они тогда жить-то будут, монголы-то, если они нам скот-то давать не будут? А это-то власть нет. Это власть и позволит. Они тут и мы будем жить и сдавать это мясо. Они знали прекрасно все, что было. Своя логика была. Вот это вот то, что было. Да та же логика, вот правильно говорить, английские все придут. Тот же самый Колчак, это же наемный британский офицер, подчиненный британской короне. Неужели это люди все прекрасно знали? Это все, это все. Они только что из Сокопов, Первой мировой войны. Что происходит у нас? Август 18-го года через Чижижскую станицу входит к нам всего тележиха отряд Сухова. Сводный красногвардейский отряд. В том числе мадьяры, чехи, венгры, румыны, болгары. Все в составе этого отряда. СССР, меньшевики, большевики. И его окружает этот отряд. Наши тележихинские мужики двумя путями, через эту будуачиху, 1949 высотой, проводят этот отряд в Елиново. А остается защищать... 32 раненых бойца было, Митсанбат оставили в тележихе. Мадьяры, чтобы как раз, ну, как сказать, помочь раненым. И они в надежде, что их, как иностранных, не расстреляют. Но этого не случилось. И они были все здесь погибшие. Но вот как бы у нас в районе жил Чикишев. Он из отряда Сухова. Он будет жить и работать в селе Карпово. И вот он раз с его слов, потом уже передавали, что он и говорил, что вот эти вот иностранные люди сказали, мы только что из окопов Первой мировой войны, мы по вашим горам ходить не можем, оставьте нас. Нас под дедой бог не расстреляют. Но если даже мы все равно за слоном будем стоять, вы отходите, вам надо много времени, потому что идет дождь, снег. Снега-то еще нет, но это был адус, может быть и снег уже на вершине был. Не знаю. И вот этот отряд уходит двумя путями. Это было шесть проводников. Представьте. Потом он погибнет под Тюнгуром. Отряд? Отряд под Тюнгуром, там в Коксинском районе. И наши мужики вернутся, проводники, оттуда и расскажут о том, что случилось. И вот я уже говорила о том, что вот Антон Логанович спасет Суховца. А другой Архипов, помню, Федор в Топольном, наоборот плетьми, его через брод перегонит, его расстреляют. Их расстреливали в Топольном, прямо на могилках. Общая могила была выкопана. Немножко землей присыпят, другую партию пригонят. И вот эти, кого расстреливали, они и людей, собравшихся, бросали часы, сережки, снимали женщины, там были им кольца, что людям бросали в народ. Вот это все в памяти и сохранилось. Вот так оно было. Потом, значит, здесь, что интересно происходит, вроде бы казачья станица Чижижская, а там, на границе, вот именно, опять же, наши тележихи и бащилака, создаются отряды, отряд Никифорова. Объединяет всех мужиков окрестно деревень, потому что здесь, в каждой деревне, себя защищало, чтобы только белые не заходили, не грабили. А как было защитить, если? Здесь надо было от белых защищать, которые рвались на Чуйский тракт, а еще Куру-Курумское управо. Они все были вооружены, и лошадей было у них очень много. Это Куру-Курумцы, те, которые были за создание, ну, Чурс-Гуркин, да, помните, за создание отдельной республики Алтай. И они приезжали, значит, в дом любой, да, их накормить, напоить надо было, и они из сундуков доставали сарафаны, все-все-все на себя цепляли, одевали. Вот это вот мне рассказывали воочию, прямо, что наши сундуки там были разграблены Куру-Курумцами, не белыми, белыми это не надо было, а Куру-Курумцы смехались над нами. То есть алтайские, националисты, скажем? Да, националисты Алтая. Вот это произошло. И потом, значит, вот этот отряд собирается в горах, куда в походы мы ходим в районе Бащелака, да, задрихи Никифоров. А потом местные мужики понимают, что одними своими усилиями не защитить деревню. Горит Сибиричиха, церковь, значит, там тоже горит, и дома горят те, кто за советскую власть. А в районе Сибири-Чехии, правда, в 19-м году, Матерей Назаров зарубит в Мариновом Лагу плененных казаков чижижских, 150 там с чем-то, может быть, даже больше. Казаки вот меняют... Матерей Назаров красный? Да, да. Он утверждает, что их было... Они, казаки, сегодня утверждают, что больше их даже было. Им надо было их бить, прогнать и сдать, а у него нервы не выдержали, он их порубал, и все, и все. И были безоружены. Пленных, ага. Это было, что было, то было. Кокорин, в селе Демина, создаст свой отряд. Вот я говорила, Пучковский. Они помогут, купцы помогут, помогут деньгами, и у них даже будут налажены, как вырежут они, чтобы набор делать для листовок. И собрания у них там будут проходить, листовки эти распространять, прямо штамповать эти листовки будут. И вот так потом отряд Кокорина, Никифорова, и появляется Третьяк. И он объединяет наших вот этих мужиков в горную дивизию, там, в степи Мамонтов, у нас Третьяк. И они ему будут подчиняться. Будет, конечно, все по-разному. В селе Тележиха опять один отряд 100 человек, второй отряд 100 человек, третий будет 50 человек, а потом оставшиеся будет 25 человек за красных. Потом они захотят уже опять домой вернуться, а тут уже дивизия. Надо подчиняться военной силе. Они, где-то там степени, ну это, мужики эти, Колесников, значит, напьются, и своих мужиков Тележихинских подговорят, ну сколько воевать-то можно уже, вернемся надо. Вернутся. Отряд примет решение их чуть ли там разоружить и чуть ли не расстрелять. Потом опять здесь, вот в районе Солонежного они соберутся, что, ну надо простить Колесникова, мы уважали его, давайте. Уговорят Третьяка, что простить. Опять прощают. Потом с Колесниковой все не закончится. Гражданская война вроде бы закончила, все, ну дивизия. Так я маленько не уловил Третьяк и Колесников. Кому они себя относили? Красные. Красные, да. Да, вот я говорю, мужики объединятся в дивизию Третьяка. Это будут красные. А белые они так и будут. Казаки, вот эти колчаковцы. Когда слуха о колчаковцах еще речи быть не могло. Просто, просто будут белые. Настигают этот отряд. А вот потом уже, где-то будет уже девятнадцатый год. И потом двадцать первый год. Что происходит? На примере Туманова. Опять со слов Николая Прокоповича Дементьева. Соберется народ Тумановский, потому что объездщик проедет по заимкам. Всех соберет, весь народ. И будет Кайгородов записывать в отряд желающих. Желающих не будет к этому столу. Тогда других к другому столу перепишем. Раз вы мне в отряд не желаете входить, мы вас перепишем. Вы мне поставите коней, вы мне поставите сено. Рассчитаться золотом за поставку на фронты Первой мировой войны уже обязательство было принято в Москве. И вот там было принято решение, а Суховский отряд сюда пришел. Слух о том, что этот отряд везет вот это золото в Монголию, пришел вместе с этим отрядом. И поэтому этот отряд погибнет. Там мужикам в Катанде будет сказано, что этот отряд везет золото. Советскую власть надо строить, а они из своей страны вывозят золото. Эти что делают? Грабят. Вот поэтому, когда я спросила в Катанде, там есть лох такой за рвом, там отдельные люди жили. И я у них спросила, дедушка один год не говорил, второй год не говорил, на третий год он мне много чего рассказал, а на следующий год я его уже не встретила. Так вот, он мне сказал, а я спросила, почему все суховцы были разуты, раздеты? Вы люди старой веры на себя никогда бы не обули, не одели. Куда потом это все прошло? Так бросили это. Зачем? Так золото, доченька, искали. Вот какое золото они мне искали. А потом все-таки, я говорю, а потом как? Так золото-то потом провезут, говорят, в 19-м году. Это уж какая-то экспедиция гея будет. Еще не знаю, что за экспедиция гея. Не знаю, но золото провезут. То есть с Монголии рассчитались? Да, с Монголии советское правительство рассчиталось. Все-таки, на самом деле. Так что не все так просто. Но за советскую власть они, я говорю, что вот старики были. Почему? Потому что она им не мешала, деревни здесь возникли. Маленькие, вот эти прямо села, они разрослись. Их тут очень много стало. Они существовали до 60-х, до 90-х годов. И отцов. Их сейчас не стало. Ну ладно. Спасибо за все. Не за что. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...